муж пошел его цеплять к фаркопу это машины такая камера и все там видно и ведь сверху вот это слева вид спереди он нажал то есть камеру можно видеть и сзади и спереди берет прицеп тренироваться как экскаватор возить только для экскаватора конечно прицеп нужен гораздо больше чем этот чтобы сдать на категорию надо учиться на прицеп с прицепом въезжать в гараж делать какие-то маневры поэтому вот берет в аренду тренироваться мечту свою таскать на этом прицепе подкручивает сейчас бы еще попробовать выехать тут пространство то совсем узко все находится как-то взяли в аренду прицеп там не работал стоп-сигнал у него поэтому сейчас как бы наученный горьким опытом проверяем чтобы все поворотники у прицепа работали стоп-сигнал еще с аварий включила муж смотрит работает ли там все или нет а это у нас тренировочные полеты чтобы возить экскаватор нужен прицеп и большей грузоподъемности но не такой я побольше конечно но мы пока взяли в аренду вот этот вот хотя муж прекрасно ездил с прицепом но сейчас машина больше и прицеп нужен больше и и нужно сдавать на водительское удостоверение другой категории и вот тут он гонзает с этим прицепом козьими тропами теорию ездил сдавать и сразу сдал теорию а вождение с первого раза не сдал потому что этого часа что с ним покатались с этим прицепом было конечно мало и вот он сейчас взял вот этот прицеп и учится по вот этим узким дорожкам садовым ездить а сейчас пересдавать экзамен он должен в автошколе автошкола выделяет какой-то там маленький автобус с прицепом и стоимость вот этой вот аренды будет стоить 100 евро час представляете чтобы сдать экзамен вот он хочет попробовать на своей машине сдавать но прицеп то тоже надо в аренду брать где-то нужный не такое как здесь а гораздо больше конек мой горбунок в кустах ездит соседей бы не передавил вот так вот по садовым дорожкам с прицепом все булочки тут вот на такой бы машине как наша сдавать это конечно хорошо у нее парктроники со всех сторон и на экране не видно куда она и чего поехала и спереди и сзади а какой там был автобус конечно на котором он сдавал и прицеп был закрытой крышкой то есть он не видел ну как бы конец самого прицепа но мы то еще чтобы прицеп ты порожняком не гонять досок привезли купили на пилораме баню обделывать так что учится парковаться со всех углов со всех сторон еще на этом прицепе экскаватор возить ну не на таком а на четырехколесном то есть прицеп будет больше если я все правильно поняла и там когда он сдавал говорил что надо еще по времени уложиться то есть чтобы вот так вот заехать куда-то на стоянку там дается определенное количество времени не уложился все не сдал так и перебдел куда все деревца мы сейчас несет веревка символически ограничительная снес мне деревца практически еще бы чуть-чуть и все бы я выругалась бы но почти нашли ну почти залезла надо покупать да время сдачи это все равно навык нужен габариты вот эти чувствовать я правильно сказала что пересдача стоит 100 евро ну и не пересдача как и сдача так и пересдача а 100 евро да это аренда аренда автомобиля и прицепа 100 евро и сам экзамен 26 да госпошлина госпошлина 26 евро это у нас видовирума да в Таллине в два раза все дешевле а в Таллине в два раза все дешевле вот так вот на периферии такие цены у нас и 350 стоило это нет я имею ввиду 350 стоило тебе как бы выучиться на эту категорию учеба да что первая сдача а вторая сдача уже будет стоить 126 мы приехали вернуть прицеп муж накатался и вот хочу показать что здесь продаются вот такие вот лодки прицепы продаются прицепы вместе с крышками без крышек и мотосани вот такие вот мотосани там стояли муж пошел за прицеп рассчитываться мы его брали наверное часа на три или на четыре раньше в сутки стоил прицеп 15 евро сейчас не знаю скажут сколько ну в общем вот такие вот лодки можно купить здесь сами прицепы прицепы с крышками вот с такими там были мотособака называется мотособака я первый раз здесь увидела и услышала такое название это покупают рыбаки которые приезжают рыбачить на лед на зимнюю рыбалку и вот на этой мотособаке они ездят по льду оставляют видимо машину на берегу и чтобы до середины водоема не идти пешком видимо для этого нужна мотособака ну это я так понимаю ну и здесь в общем такой аренда тире продажа всяких таких прибамбасов и вот прицепы есть вот такие поменьше есть небольшие и мы брали длинный но тут вот побольше прицепы прицепчик с лодочкой хочешь? да а он большой считается, да? ну нет, не больше этого ну и что, сколько стоит? семь семь евро три часа или четыре мы брали, да? ну по-моему здесь двенадцать ну в общем на полдня семь евро обошлась нам аренда прицепа там мы с с это